Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Макс, вы на канале MyChoose и сегодня речь пойдет про наушники, а именно моделька M50X от компании Аудиотехника. Я расскажу, как и всегда, о плюсах и минусах этих наушников, стоит их ли рассматривать для покупки в 2023 году, ну и как же они стоят своих денег или нет. Заваривайте чайочек, усаживайтесь и мы приступаем. Аудиотехника M50X это одна из самых популярных моделей в линейке от компании Аудиотехника. Эти наушники прямой наследник модели M50. Аудиотехника M50X можно встретить на многих студиях по всему миру и у любителей и ценителей аудиооборудования. Сейчас их стоимость составляет около 170 долларов. Сейчас вот здесь мы расположим характеристики этих наушников, жмякайте паузу и читайте. Перед тем, как перейти к самому обзору, я хочу рассказать немножечко о самой компании Аудиотехника. Компания была основана Хидео Мацуситой в 1962 году в его скромной квартире города Синдзёку. Хидео был страстным любителем виниловых проигрывателей и первым его, так сказать, изобретением как раз таки были иглы или картриджи для этих самых виниловых проигрывателей. Потом, когда дело начало налаживаться, он начал производить не только картриджи, но и другую аудиофильскую штуку. Небольшой офис из его квартирки перерос уже в полноценную штаб-квартиру, только теперь уже в городе Мачида. И сейчас главный офис компании располагается в том же самом месте, куда и переехал Хидео. Компания на протяжении многих лет уже радует своих пользователей микрофонами, наушниками, различными причудами для виниловых проигрывателей, самими виниловыми проигрывателями и кучей другой аудиотехники. Сейчас в мире нет уже человека, который не слышал о этой легендарной японской компании. Если вам понравилась краткая история, переходите в ссылочку из описания, где вы можете почитать полный список того, что же наизобретала аудиотехника. Ссылочка в описании. А мы идем дальше. Внешний вид и качество сборки. Наушники имеют очень узнаваемую форму. Эту форму подчеркнули многие китайские производители. И сейчас довольно-таки много подделок и схожих копий на эту популярную модель. Вы не перепутаете их с кем-то другим благодаря как раз-таки логотипу на чашах и огромному металлическому кольцу вокруг логотипа. Наушники в строгом черном цвете по дефолту. Но также есть еще и другие цветовые гаммы, а именно белая, фиолетовая и еще другие. Мы чаще как раз-таки встречал белые и фиолетовые. Над чашами расположено название модели, а именно ATH-M50X. Душка оголовья выполнена из пластика, но ее внутренняя часть выполнена из металла. Головья перетянуто кожзамом, на котором располагается название компании аудиотехника. И выглядит это просто потрясающе. На левой чаше расположен вход, куда подсоединяются кабели, которые идут в комплекте. Да, в этих наушниках сменные кабели. К этому пройдем дальше. Кабель фиксируется поворотом и поверьте, держится отлично. Сами чаши наушников, шарниры и держатели выполнены из пластика. Пластик прочный и качественный. Чаши к оголовью держатся с помощью шарниров. Такая конструкция дает возможность как раз таки для удобной посадки почти на любые головы, как бы это ни звучало. Но действительно, посадка довольно таки комфортная. И также эти шарниры помогают наушникам складываться, чтобы можно было их транспортировать или удобно хранить, так как они занимают меньше места. Но также шарниры дают возможность проворачиваться наушникам на 180 градусов. Это удобно, если вы дидже, если вы какой-нибудь студийный рабочий или вокалист, который пишется, можно с легкостью отодвинуть одну чашу и работать с одним ухом. Мое заключение таково. Наушники выполнены максимально совестно. Взяв в руки, я вижу, что я приобрел действительно профессиональную вещь, на которую смогу положиться на годы вперед. Все элементы конструкции не скрипят и не люфтят. И даже шарниры, к которым я относился сначала скептически, спустя уже год моего пользования этими наушниками, показали себя отлично. Они не расшатались, они не повредились никак. Они выполняют свою функцию как при покупке, так и даже спустя какое-то время. Хоть эта модель даже сейчас производится в Тайване, все равно я чувствую качество Японии. Переходим далее. Комплект поставки и эргономика. Данная модель имеет довольно хороший комплект поставки, где вы найдете все необходимое. А именно, мы начнем как раз таки с кабелей подключения. И их здесь три. Первый, это укороченный кабель всего лишь на 1,2 метра, который на конце не имеет резьбы для подсоединения переходника на 6,3 мм джек. И он рассчитан как для портативного пользования, чтобы со смартфоном послушать музыку, либо где-то в поездку взять наушники и так далее. Второй кабель, это уже на 3 метра, но он в виде спирали. Это как раз таки тот кабель, который уже имеет резьбу для переходника на 6,3 мм джек. Этот кабель, конечно же, будет очень удобен для работы в студии, либо же для каких-то других мультимедийных задач. Так как он может быть в сложенном виде занимать мало места, а при необходимости развернуться на все 3. И третий кабель, это уже прямой на 3 метра, который на конце тоже имеет резьбу для переходника на 6,3 мм. И отлично подойдет для вокалистов, для записи вокала, либо же каких-нибудь инструментов. Помимо отличных кабелей, мы также будем наблюдать транспортировочный чехол из кожзама. Он как раз таки хорошо выполняет свою функцию для транспортировки, но также вы можете хранить свои наушники в нем в сложенном виде, для того, чтобы они хорошо хранились и не пылились. В комплекте также имеется документация, куда же без нее. Мне очень нравится то, что кабели съемные и у каждого кабеля есть своя роль. Компания видно, что это проработала и спасибо, что вы это реализовали. Супер. По эргономике наушники уделывают некоторых своих конкурентов. Как и говорил выше, благодаря шарнирному соединению чашек с оголовьем, комфортная посадка будет почти на каждом человеке, который только есть. Не забываем также и о мягких амбушюрах, которые здесь выполнены из кожзама. Но эти амбушюры для меня исключение. Они приятно и полностью обхватывают мое ухо и нет какой-то потливости лишней, спустя какое-то время проработав в них. По крайней мере у меня, не знаю. Голова не устает от лишнего давления, от оголовья, который передается через амбушюры как раз. Всего в меру. И прижимная сила, и комфорт. Если вы постоянно сидите в наушниках, как например я, ночами, то эта модель отлично подойдет для вас. Да, она конечно не такая комфортная, как например Байердинамики 990 с их валируемыми амбушюрами, мягенькими. Но это по крайней мере одно из лучших, что я надевал с амбушюрами из кожзама. Ну теперь переходим к главному. Как же звучат наушники? Если в двух словах звук в этих наушниках детальный и воздушный. Они отлично отыгрывают бас и высокие частоты. Прослушивание музыки здесь сплошное удовольствие. 45-миллиметровые драйверы показывают широкую картинку как по АЧХ, так и по пространству. 38 Ом сопротивления этих наушников вам даст возможность использовать их даже со смартфоном или ноутбуком без какой-нибудь внешней усилителя для наушников или звуковой карты. Несмотря на закрытую конструкцию, эти наушники действительно рисуют довольно-таки широкую сцену как в глубину, так и в ширину. И это для меня было откровение, честно говоря. Давайте сейчас взглянем на АЧХ этой модели и я более подробно расскажу по диапазону, как лично я его ощущал. Низкие частоты здесь артикулированы. Бас и бочка вам могут дать как хороший панч, так и мягкое побубнивание и ласкание уш в каких-нибудь спокойных композициях. Басом я остался действительно доволен. Он не давит на уши и не создается какое-то чрезмерное давление. Он здесь довольно приятный. Средние частоты здесь, конечно, немножечко утоплены. Тут ощущается классическое V-образное звучание, но не до такой степени, чтобы я бы как-то жаловался на нехватку среднечастотного диапазона. Хоть я и любитель как раз таких средних частот. Но здесь вокалы, среднечастотные инструменты, какие-нибудь струнные, духовые читаются в миксе, не тонут. Наоборот, как раз таки небольшая посадочка как раз таки в этом V-образном звучании помогает немножечко углубить и расширить сцену. Возможно, как раз таки из-за этого наушники чувствуются действительно широкие по пространству. Если вы, например, активно юзаете какие-нибудь эквалайзеры для того, чтобы выровнять АЧХ наушников, то у вас вообще не будет проблем настроить средние так, как вы хотите. Высокие частоты здесь мягкие и воздушные, как мне показалось. Но они также могут остро отыгрывать в каких-нибудь панчевых и мясистых треках. Этого здесь не отнять. Но это не те высокие частоты, как, например, в тех же Bayer Dynamics, от которых даже может быть больно. Действительно больно. Тут как-то все в меру. Они и мягенькие, а в то и время какие-то остренькие. В общем, ощущаются довольно прикольно. Особенно хочу выделить область воздуха от 10 кГц. По АЧХ мы посмотрим, что там, конечно, идет уже спад. И довольно-таки даже начинается от 7-8 кГц. Но мне так не показалось. Воздух тут действительно есть. И при дыхании вокалов, и какие-нибудь затухания духовых, затухания того же реверба, плейта, я ощущаю. И довольно круто здесь это все делается. Поэтому плюсик. Если подрезюмировать, мне звук более чем понравился. Хоть я, конечно, и сторонник более линейного звучания. Но вот M50X в моем сердечке навеки, я не знаю, с чем это связано. Ну, скорее всего, конечно, связано с тем, что я перечислил выше. В общем, звук во. Давайте сделаем небольшое сравнение с их младшим братом, а именно M40X. Модель M40X у меня была задолго еще до покупки M50X. И эта моделька у меня за 5 лет подизносилась, скажем так. И подушки оголовья это видно. И потому что я амбушюры перешивал, как вы заметили. В общем, да, их жизнь потрепала. Но они остаются все равно хорошо звучащими. Они не расшатались, не разломались. Это просто вот такие вот моменты пользования. По звучанию они меня более чем устраивали. Но после покупки M50X, конечно же, полтиннички сороковочки подвинули. Когда я делал M50X, звук показался мне как будто бы больше. Артикуляций было больше, деталей было больше, пространства было больше. Бас был глубже, то есть звук стал больше. Но это неудивительно. M40X имеют драйверы всего лишь 40 мм. То есть они меньше, чем у полтинников. И звуковое давление в них меньше. 96 дБ против 99, как у M50X. Да, немного, но это чувствуется. По комфорту пользования M40X сидят на голове относительно так же приятно, как и полтинники. Но благодаря все-таки шарнирному соединению, которого нет у M40X. Там это все выполнено как-то вот, как-то просто душка присоединяется к держателю в чаш. В общем, как-то по-другому это сделано. И поэтому они, во-первых, не проворачиваются на 180 градусов, а всего лишь на 90 вовнутрь и на 10 назад. Что довольно-таки неудобно бывает при посадке на голову, как мне показалось. Полтинники в этом лучше отыгрывают, конечно. Но все равно, посадка у них окей. Если мы взглянем на дизайн, то, блин, такое ощущение, как будто все одинаково. Но на самом деле нет. Если мы присмотримся к деталям, то, например, логотип выполнен по-другому на чашах. И как раз таки в сороковках мне нравится такой дизайн больше, чем в полтинниках. Ну и, конечно же, мы не видим шарнирного соединения. А вот как раз таки шарнирное соединение дает такой вид, как будто бы какой-то дороговизны, что ли. Я не знаю. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Но то, что отсутствуют шарниры, не нужно расстраиваться, потому что M40X тоже имеют свойство слаживаться, как полтинники. Вот как-то так. По звучанию M40X составляют тоже хорошие впечатления. В них, конечно, поменьше баса, как я и сказал. Высокие частоты, кстати, они здесь не такие детальные, как мне показалось. Но зато они здесь не так сильно выражены. Баса в этих наушниках будет тоже меньше, особенно саб-баса. Но он хорошо артикулируется, и ты считываешь ноты, поэтому все окей. Средние частоты также не выражены. Тут есть приемлемость V-образного звучания. Но меня порадовал небольшой какой-то плавный спад в нижней средине, там от 180-200 Гц. И поэтому средние какие-то такие побубнивающие, приятно побубнивающие. И этот момент выделил. В полтинниках такого не было. То, что средние частоты здесь немножечко подавлены, это тоже как бы не влияет на то, что там вокалы тонут в миксе или какие-то инструменты, там гитары и все остальное. Все читается, все отлично. А учитывая тот факт, что высокие частоты здесь мягче, чем у M50X, то средние воспринимаются даже лучше, чем в полтинниках. По пространству ничего такого сверхъестественного нет. Такое же, как и у полтинников, почти. Немножечко уже. И по глубине мне показалось, что наушники глубину передают не так хорошо, как M50X. Если подрезюмировать, как обладатель этих двух моделей, M40X у меня на протяжении, наверное, лет пяти уже, а M50X я купил в прошлом году. То им буквально год где-то. Я не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. По комфорту, по посадке на голове, конечно же, мне полтинники больше нравятся. А по звучанию мне как-то M40X ближе, потому что они такие яркие, высокие частоты. Хоть, конечно, деталей там меньше. Бас не такой вот прям мощный, как в полтинниках. И, наверное, меня это подкупает, потому что я люблю как раз-таки такого более ровненького звучка. Хотя, конечно, ровным назвать его вообще нельзя, но вы поняли, о чем я. Но хорошо то, что у меня есть и те, и те наушники, поэтому в зависимости от настроения или своих задач, я беру ту или иную модель. Поэтому вот так. Аудиотехника и ее модельный ряд ATH. В этот модельный ряд входит как и M40X, так и M50X. Но также тут мы можем встретить такие модели, как M20X, M30X, M60X и M70X. Топовое решение. Как раз-таки сороковки и полтинники находятся где-то в центре между этими моделями. И у них есть отличия у всех. И в качестве как раз-таки сборки и материалов, соответственно, комплекту поставки. И, конечно же, звучание у всех моделей довольно-таки разное. Например, возьмем самую дешевую модель M20X. Она в комплекте поставки не имеет ничего, даже чехла. Там даже нет сменных кабелей. Там кабель просто впаян прямой на 3 метра в наушники и все. Но эта модель стоит довольно дешево. Я точно цену не назову. Но, допустим, это там каких-то 40 долларов, может, 30. M40X и M50X я про них рассказал. Это какой-то такой средний сегмент, где всего хорошо. И звук есть, и комплект поставки хороший, и комфорт, и качество сборки. А вот M70X, помимо того, что у них драйверы немного улучшены, у них материалы в сборке немного другие. Но также в комплекте поставки, помимо кабеля и всего прочего, имеется еще и твердый кейс для хранения и переноски. Хочу вспомнить еще брата-близнеца M50X, а именно M50XBT. Это блютузный вариант нашего обозреваемого. Конкретно эту модель я не слушал, но я думаю, по звучанию и всему прочему, она ничем не отличается, кроме того, что помимо как раз-таки подключения по кабелю, вы еще можете подключаться по блютуз к вашему смартфону. И эти наушники могут превратиться просто в повседневное ношение. Вы будете и в студии, или дома в них, еще и на улице гулять, тоже со своей любимой музыкой по блютузу. Так что супер. Возможно, когда-нибудь я их куплю. Итак, друзья, мы на финишной прямой. Давайте я сейчас расскажу про плюсы и минусы модели M50X, как мне показалось, и потом перейдем к итогу. Начнем с плюсов. Первое. Брутальный и классный дизайн. Ну, по крайней мере, я его считаю брутальным. Второе. Качество сборки и качество материалов. Третье. Звучание на отличном уровне. Четвертое. Довольно богатый комплект поставки. И пятое. Конечно же, это сменные кабели подключения. И перейдем к минусам. Первое, что я обнаружил, как раз-таки со своими M40X, это то, что со временем осыпается тот кожзам, из которого изготовлено оголовье, амбушюры. То есть, спустя какое-то время ношения этих наушников, да, оно осыпается и требует замены. Аудиотехника M50X я обожаю. Эти наушники у меня довольно-таки часто на этом столе лежат, как основные. Поэтому рекомендую. Если что-то упустил в этом ролике, пожалуйста, напишите в комментариях. Или же поделитесь своим опытом эксплуатации этих наушников. Также пишите, понравился вам видос или нет. Ставьте, конечно, желайкосики. Подписывайтесь на канал. Скоро выйдет видос про Sennheiser HD 660 S2. Регенерация старой модели HD 660. Так что подписывайтесь. Будет интересно. Они уже ко мне едут. Ну и не забывайте переходить в топы, которые мы собрали на нашем портале MyChoose. Где вы найдете и наушники, которые подойдут для студии. Наушники просто для прослушки музыки. Bluetooth наушники. Топы, рейтинги и все остальное прочее. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте про лайкосик. Всем пока.